Что только девочки не делают для того, чтобы быть классными. Например, Света Безрукова каждую неделю делает мне макияж. Спасибо тебе большое. Ну а мы, девочки, на самом деле красимся, чтобы делать классные селфи. Прямо сейчас обзор Инстаграм вместе с Антониной Сатаровой. Всем привет! В этой рубрике мы рассказываем о самых интересных, красивых или просто любопытных фото и видео, которые наши земляки запостили в социальную сеть Инстаграм на минувшей неделе. Казалось бы, флешмобная волна Satisfaction спала, но не тут-то было. В сети появляются все новые и новые видеоролики, в которые полуголые люди танцуют под одну очень известную композицию. Свою версию танца под Satisfaction выбросили в сетку хоккеистой молодежной команды из Новотроицка. Напомним, что флешмоб по всей стране невольно запустили курсанты летного училища. Именно они первые показали Инстамиру пародию на клип Бенни Бенасси. Вслед за ними эту идею повторили уже сотни самых разных людей. А пока новотроицкая молодежка танцевала, взрослые урские хоккеисты толкали КАМАЗ. В официальном аккаунте команды Южный Урал появилось видео, где игроки освобождают проезжую часть. После прилета в Москву сразу из аэропорта арчане отправились на игру в Чехов. В эти дни в Московской области выпало много снега и образовались многокилометровые пробки. Чтобы добраться до пункта назначения, нашим игрокам пришлось толкать КАМАЗ, который застрял на подъезде в гору и перегородил дорожную артерию. Вся команда вышла на помощь водителю-тягача и помогла ему выбраться, освободив тем самым путь для остального транспорта. Город с телевышки видел, пожалуй, каждый арчанин. А вот выше этой точки мало кто заглядывал. Автор следующего видео предоставил нам такую возможность. Смотрится шикарно. В следующей части обзора, которую назвали извне, мы рассказываем о видео, которое заслужили внимания тысяч пользователей всей страны. И начнем с видео, которое вызвало массу негодования в социальных сетях. Его главным героем стал молодой футболист Станислав Манаев. Парень сделал очень странный выпад. Высморкался на камеру в пятитысячную купюру. Видео этого процесса полузащитник выложил в инстаграм, добавив надпись. Я мог бы отдать эту купюру людям, которые в ней очень нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк. В ответ Манаев получил множество гневных комментариев. «Щенок, знал бы ты, как некоторым людям достаются даже эти пять тысяч рублей. Не ввел бы себя так», – написали футболисту в комментариях. Следующее видео тоже в некоторой степени о футболе. Двое попрошаек с костылями решили сыграть в футбол, когда остались одни в подземном переходе. Чудесное исцеление инвалидов запечатлила камера видеонаблюдения. Инцидент произошел в Краснодаре. Вот таким чудесным образом спорт исцелил двух псевдоинвалидов. На этом все, друзья. Не забывайте отмечать интересные фото и видео хэштегом «Орскрул-обзор». Самые любопытные из них обязательно попадут в нашу рубрику на сайт и на телевидение. Всем пока и удачных вам снимков! Субтитры создавал DimaTorzok